Всем привет! Сегодня будет обзор на QCAM 8K, на который я сейчас себя снимаю. Но звук я при этом пишу в свою петличку, подключенную в рекордер, потому что так всегда лучше. Хотя в эту камеру можно и подключить петличку, если вам захочется. Но я уже давно так не делаю. В рекордер всегда звук лучше. И я сейчас прогуляюсь и найду место, где я запишу интервьюшку с Борзом Олегосом. И мы это сделаем только на эту камеру. Вы увидите, какие возможности есть у нее. И сейчас мы еще проверим качество стабилизации, потому что я иду по лестнице и камеры в руках. То есть это будет электронная стабилизация на посте. Итак, сейчас у нас в гостях Борзо Олегос. И мы поговорим о... о Томасе он поговорим. Слушай, а где этот у Ту-Рексу Небой? Надо с ним поговорить. Я думаю, что он сейчас выбирает себе джем-мастер или делает себе новую татуху. Потому что ту татуху я свел, у меня уже нет татухи. И кто его знает, знает, чем он занимается. Вот скажи коротко секрет успеха. Как преуспеть фотографу-видеографу сегодня? Что ему для этого нужно? Чтобы преуспеть, нужно купить Canon R5 и RF Optic. Другого рецепта просто нет. Вы берете две R5, но можно вторую R6 такое дело. И бомбить из двух камер. И все. Но вот когда у вас есть крутая техника, все, вопросов нет, вы уже преуспеваете. И все супер круто. Ну что ж, это было супер короткое интервью с Борзом и Легасом. И перейдем дальше к нашему обзору. Ну все, мне пора. Пора искать этого дырка. Ну что ж, давайте наконец-то поговорим о камере Kandao 8K. Потому что на эту камеру я уже неоднократно в конце своих видео показывал бэкстейджи. Когда идет, ну после обзора я показываю, как я собирал технику. Запись при этом я делал с помощью вот этой камеры и делал монтаж. Потому что вот этот девайс очень-очень сильно требует от вас навыков монтажа. И с этим нужно что-то потом делать. Итак, вы уже видели мое приветствие. Вы видели короткое интервью с Борзом и Легасом. Я вам покажу набор, с которым это все было снято. Потому что эта вся история очень компактная. То есть это уже можно сказать мобильная фотография. У меня есть штатив, на который вы уже должны были видеть обзор. Мини штатив АОКО, маленький, легкий, который здесь работает. И как штатив, и как селфи-палка. Маленький, как раз для такой камеры. И непосредственно сама камера. Ну здесь у нас еще есть очки Борзова Легаса. И микрофон на мне. Микрофон, который записываю в рекорда. Кстати, очки очень зачетные. Но я думаю, Борзов Легас лучше про них расскажет. Четкие пацанчики должны одевать четкие очки. Старые очки уже не четкие. В чем крутость новых четких очков? В том, что у них есть полярик. Так же, как и в полярике у Кэнона. Теперь у меня полярик не только в фотоаппарате, но и в очках. Дабл дэмбдж. Вот. И маленькая сумка. Причем можно даже еще меньше сумку для этого взять. По поводу сумок. Мне неоднократно спрашивают, а какую сумку выбрать. Я вам советую пойти в магазин и их всех пощупать. Какая понравится, такую берите. И все. Это очень субъективно. Ну ладно, давайте поговорим о нашей камере. Вот так выглядит этот девайс. Кандал 8К состоит из двух камер. Вы видите, что здесь с одной стороны линза и с другой стороны линза. И это фишай объективы. То есть, когда вы снимаете видео на эту камеру, вы получаете, по сути, два отдельных видео с фишай эффектом. Ну, в исходнике. И потом в комплекте с этой камерой поставляется бесплатное ПО, которое можно скачать на сайте производителя. Вы конвертируете эти два блинчика, я так условно называю, две этих картинки в одно 360 видео. И потом уже вопрос в том, а что с ним дальше делать. Потому что вот этот девайс дает вам огромнейшие просто возможности по обработке материала и по тому, с какой стороны и как вы будете смотреть потом это видео. Понимаете, вот я пытался посмотреть обзоры на этот девайс. Хорошие, только некоторые англоязычные. На русском. Не то, что про этот, а про все камеры на 360 градусов. Ну, дичь просто. Ну, вообще не раскрывают их потенциалы. Не говорят о том, о чем нужно говорить. Ну, к счастью, я купил эту камеру. Я уже могу поделиться с вами опытом использования. Так вот, по поводу обработки материала. Когда вы получаете это длинное, широкое 360 видео, у вас есть несколько вариантов, что с ним делать. Вы можете его прямо в таком видео выложить на YouTube и получить эффект погружения. То есть зритель сможет вращать головой, приближать это видео. И у меня есть одно интервью, записанное в таком формате. Это интервью с Димой Барулиным. Причем интервью длится 1 час. Я его записал в 8К. Эта камера пишет 8К. Но можно поставить 4К, но это плохая идея. То есть 4К для 360 видео – это ни о чем. Позже расскажу, почему. 5,6К тоже ни о чем вообще. Причем у меня был обзор на Ricoh Teta Z1. То есть еще одна камера на 360, но чуть-чуть более старая. Но она главным образом заточена под фото. То есть функция видео там такая комплементарная, скажем так, дополнительная. И в моем обзоре вы можете посмотреть, насколько днищенски выглядит видео с той камеры. Разрешение никакое, как будто бы снято на дешевый-дешевый телефон. То есть телефон лучше снимает, чем та камера. Но там 4К. В этом есть отличие. Там есть примеры, как это выглядит. Здесь 8К. И это, по сути, единственное устройство в данном сегменте. Ну, там плюс-минус 600 долларов, которое стоит. Хотя из этих камера, напомню, даже самая дорогая. Которая дает этого разрешения. И, знаете, будь моя воля, я бы и 12К тут взял бы. Потому что здесь разрешение реально очень нужно. Но чтобы вам объяснить, почему и как, для этого нужно переместиться в монтажную программу. Коротко говоря, вот это разрешение, которое вы получаете, это не то, что вы смотрите одновременно. То есть это исходник. А зритель, когда просматривает, он видит лишь кроп из этой картинки. Поэтому вам нужен большой запас. Никто в 8К это не смотрит. То есть вы, когда выкладываете это видео на 360, ну, в исходном виде таком, как оно есть. То у зрителя есть возможность вращать головой и смотреть вокруг. Что вокруг него происходит. И он смотрит свое какое-то окошечко, вырезанное из вашего общего видео. И для того, чтобы это окошечко было хотя бы Full HD, вам нужно хотя бы 8К вот этого всего исходника. Смотрите, дальше нужно показывать наглядно. Смотрите, вот это идет исходник, у которого разрешение 7680 на 3840. То есть это 8К, но при этом с соотношением сторон 2 к 1. То есть не 16 на 9, а 2 к 1. Обратите внимание на вот эти полосы каше. Ну, можно от этого избавиться, если его чуть-чуть приблизить. И нужно, кстати, будет. Но сейчас не об этом я говорю. И вот так оно выглядит, ну, как, после в обработке. Первое, что мы делаем, мы открываем в программе Kandao QCAM Studio. То есть, которое нам делает из этого видео, ну, оно просто преобразовывает вот в эту картинку. Потому что в камере, я вам говорил, там идут 2 отдельных видео с фишаев. И потом мы в монтажную программу загружаем уже вот такое вот видео, которое очень много весит. И которое в 8К. Для того, чтобы это видео, ну, стало смотрибельным. То есть, конечно, можно поиграться. Я играюсь и делаю в таком виде. Но, чтобы с ним нормально работать, вам нужно установить плагин Refrain 360. Он бывает и для премьера, и для чего угодно. Бесплатный плагин, который преобразует... Вот мы его сейчас включаем. И он преобразует это видео в обычное видео. Ну, как обычное. Мы сейчас, опять же, мы можем управлять этим видео. Видите, наклон. Все, что я захочу, я могу сейчас с ним делать. Еще раз. Вот так выглядит исходник. Вот здесь 8К разрешение. И здесь охват 360 градусов. А вот здесь, здесь по-прежнему мы имеем широкоугольную картинку. Но это явно не 360 градусов. То есть, это уже кроп с общего кадра. И этот самый угол обзора я могу им управлять. Вот. Я могу сделать ближе, дальше. То есть, у меня уже есть 3D-видео. И теперь я могу выпрямить фишай эффект. Потому что изначально это видео было снято на фишай. Вот я получаю ровную картинку. Но при этом, если я открою на весь экран, то я увижу уже пикселизацию. Потому что в таком виде это видео имеет разрешение значительно меньше, чем 8К. Но здесь оно сейчас не будет писать. Но фактическое разрешение даже меньше, чем 4К. И реальное разрешение, ну, здесь он не пишет в градусах. Но фишка в том, что если вы получаете на 180 градусов. Ну, на 180 градусов это, наверное, будет... Сейчас посмотрим на исходник. Вот. Я возьму эту картинку. Ну, это очень грубо я вам сейчас показываю. Вот так вот где-то ее приближу. Вот это будет 4К разрешение. Где-то половина, ну, где-то вот так, половина этого охвата. Если я хочу кадрировать себя, угол зрения в 90 градусов, что примерно соответствует объективу 24 мм. То есть, это широкоугольник. 24 мм, ну, речь сейчас не идет о 50 мм. Ни в коем случае ни о каком портретнике. Так вот, 90 градусов или 24 мм, это будет Full HD. Если ваш исходник 8К. И получается, что вы не можете взять полноценно крупный план. Ну, у вас... Вообще-то мы тут снимаем фишай, на фишай, а потом мы с него кропаем картинку. Что здесь вообще происходит. И повторюсь, но для того, чтобы кропать, нам нужен большой запас по разрешению. И 8К, это просто минимум для того, чтобы ваше видео потом нормально выглядело. Ну, вот такая вот история. Потому что, если у вас 4К видео, то это будет выглядеть очень мыльно и печально. Поэтому GoPro... Ну, это так, из серии поиграться, попробовать, как это вообще происходит. Плюс там из коробки уже есть пылевлагозащита, это экшн-камера, все такое. Но, по большому счету, GoPro, ну, ни о чем в этом плане. GoPro Max. Insta360. Я так немного по конкурентам пройдусь, потому что вот это лучший вариант для видео. Insta360, о ней многие наслышаны на нашем рынке. Дело в том, что у них есть представительство в Украине и России, насколько я знаю. Ну, это бренд просто с хорошей рекламной компанией, и о них все знают. Вот вся история. Но это не значит, что эта штуковина, ну, в плане записи видео для энтузиастов, ну, как бы имеет смысл на фоне вот этой камеры. Я говорю довольно категорично, но я просто ощутил преимущество большего разрешения. То есть здесь вам реально нужно 8К. Вот здесь и сейчас, сегодня, в 2021 году вам нужно 8К. Но почему? Потому что это монтажный формат видео. Вам не нужно это все рендерить. Ну, как? Рендерить 8К это нужно, если вы хотите выложить 360 видео. Потому что тут я перехожу к следующему формату. Так, как вы видели интервью с Боргсом Олегасом. Снято 8К, но рендер в 4К и с монтажом. Потому что в чем разница? Один вариант, вы даете зрителю самостоятельно вращать головой, смотреть, что тут происходит. Второй вариант, вы сами выбираете ракурс, с которого камера будет показывать вам изображение, и делаете обычное видео. Ну, можете сделать его в Full HD, в 4К, как захотите. Но исходник у вас при этом будет, но с этой камеры в 8К. И как раз этот исходник дает вам гибкость и возможность выбирать эти самые ракурсы. Потому что, повторюсь, каждый ракурс это кроп из общего изображения, которое вы получаете. И тут по части монтажа у вас есть несколько вариантов. Вы можете сделать это просто и статично. То есть можно поставить эту камеру на штатив, вы получаете изображение на 360 градусов. А потом вы можете сделать себе, ну, я так назову, виртуальные камеры. То есть продублировать дорожки в видеоредакторе и сделать на каждую какой-то ракурс. Справа, влево, общак. И у вас из одной камеры уже сразу же получится, как будто бы это снимали несколько операторов. Хотя вы пришли налегке вот с этим. Итак, покажу вам два типа монтажа. То есть, ну, один вариант это выложить все как есть. Вот мы видим исходник, который после обработки в Kandao Q-CAM, то есть это такой почти исходник. И вот так вы можете это выложить на YouTube. И вы получите, ну, там еще нужно маленький нюанс сделать, и вы получите видео, где можно крутить головой вправо-влево, не монтируя. Варианты с монтажом. Смотрите, вот у нас видео. Вот оно в исходнике тоже, с чего начинался этот ролик. Я включаю то, что я тут сделал. И здесь мы видим анимацию движения камеры. То есть пока я иду, камера меняет ракурсы туда-сюда. Я начну с простого варианта. И здесь каждый ракурс, он не анимирован, он просто переключается, как с одной камеры на другую. Вот, видите, мы сидим в круглом мире, мы сидим. Дальше мы ровно сидим. Для того, чтобы получить эти ракурсы, я беру, вот еще раз покажу вам плагин. Вот я выключаю этот плагин, я получаю всю ту же картинку, где мы все видим. Чтобы получить этот ракурс, я выставляю поле зрения. Вот мы вместе сидим. Я двигаю камеру вправо-влево, вверх-вниз. И выставляю именно тот ракурс, который я хочу показать. И вот здесь, там, где я вам показывал Борзова, я даже в маленьком окне сейчас вижу, что идет сильная пикселизация, потому что я сделал приближение в два раза. И Борзый здесь уже такой слегка размытый. Потом делаю другой ракурс. Допустим, вот мы здесь сидим вдвоем. И еще хочу сказать по поводу монтажа. Обратите внимание, исходник 8К, как я уже говорил. У людей возникнет вопрос, а как же редактировать 8К, все же нафиг зависнет. Не зависнет, потому что вы делаете проект обычный, какой вам удобно, 4К, Full HD. И самое важное для зависания вашего компа, разрешение не которое вот здесь справа у файла, а разрешение монтажное, то есть в котором вы с этим всем работаете. Вот если я здесь напишу 8К, тогда я не смогу с этим всем работать. То есть это будет просто слайд-шоу. Если я здесь поставлю Full HD, это все будет еще быстрее работать. И поэтому вы на любом компьютере можете поставить то разрешение, которое потянет ваш компьютер. Хоть, не знаю, хоть вот отсюда что-то выберите, это будет работать. Но исходник у вас 8К. Вес этой камеры, кстати, вот у меня есть электронные весы, полезная штука для моих обзоров. Кстати, еще эту камеру всегда нужен класс-чехольчик, потому что в таком виде вот просто положить нельзя. Вы же объективом будете его царапать. Вот взвесим ее. Весит она аж 250 грамм. Ну, в своем, скажем так, в своем классе она нелегкая, но относительно всего, но она весит чуть больше, чем мой телефон. То есть ни о чем. Тут у меня еще раз штатив проверим. А вот штатив весит почти полкилограмма. Но тем не менее, все это довольно легкая история. Так вот, вы из этого компактного набора получаете эффект, как будто бы вы снимали на несколько камер. Но, естественно, глубина резкости у вас будет максимальная, а бокешки тут речи нет. У вас исходник на фишай снять. Так, между прочим, и с одной точки. Но вы можете выбирать ракурсы. Второй вариант, более интересный, более трудозатратный по монтажу. Вы делаете анимацию переключения с одной камеры на другую. То есть вы создаете эти камеры в программе. Есть плагин Reframe 360. Различные редакторы. Я пользуюсь DaVinci. Насколько я знаю, в другие можно установить. И вы выставляете с какой скоростью, с какой периодичностью, в какой момент одна камера будет переходить в другую. И именно этим эффектом я пользовался при создании своих backstage видео. Ну что ж, теперь переходим к сложному, потому что вот это реально уже из серии заморочится. Мы заходим опять же в наш плагин Reframe 360. И здесь есть очень много настроек. И обратите внимание, мейн камеры я не трогаю. То есть мейн камеры можно использовать в первом варианте. Вы поставили ракурс и всё, и ничего с ней не делаете. Но если мы делаем анимацию, то мейн камеры мы вообще сворачиваем и не трогаем. Это будет только сбивать. И нас интересует камера Animation Parameters. И дальше выбор камеры. То есть что у нас здесь происходит. Потом здесь, смотрите, в дорожке нужно включить анимацию. Теперь нажимаем на маленький треугольничек. Ну так я рассказываю про DaVinci. И нам нужно выбрать анимацию по Camera Sequence. Вот. Не путайте это с Edit Camera. Это другое. То есть Edit Camera. Сейчас вот справа Edit Camera. Мы будем менять этот параметр, но ни в коем случае не надо его анимировать. Мы анимируем только Camera Sequence. Смотрите, я сейчас переключаюсь между точками, где я задал ему эту самую анимацию. Вот. Раз, два, три. При этом, естественно, между точками может быть разное расстояние, разная скорость. И есть ещё и Blend Acceleration. Это скорость, с которой он будет переходить. С ускорением или ратомерно и так далее. И вы придумываете как хотите. То есть вы прописываете камеры, которые будут переключать вашу анимацию. Вот я ещё раз покажу, наверное, с Борзом и Легасом с самого нуля, как это всё делается. Первое, что я делаю, я направляю нашу камеру на главных действующих лиц. Потому что я сейчас... Вот. Чтоб нас было видно. Допустим, это будет наш первый ракурс, который мы хотим показать зрителю. И мы нажимаем здесь Camera Sequence, мы фиксируем у нас этот кадр. И всё. Это у нас первый ракурс. Мы перемещаемся во времени и говорим, что камера, которую мы редактируем, это камера номер 2. И здесь, если вы сейчас начнёте что-то двигать, вы ничего не увидите. Нужно нажать Show Edit Camera, он вам покажет, что вы будете двигать. И мы захотим сделать из этого всего мою любимую, допустим, ну, многим нравится этот эффект, мы сделаем сейчас шарик. Вот, допустим, шарик, Field of View убираем. И вот мы получили, допустим, вот этот эффект с планетой. Или мы его можем сделать в обратную сторону, как мы захотели. И теперь мы здесь нажимаем Camera Sequence, прописываем 2. И теперь всё. У нас, смотрите, теперь нужно отключить Show Edit Camera, чтобы это нас не сбило с толку. Мы смотрим, как у нас происходит интервью. Мы говорим, говорим, и бас, камера двигается, и мы получаем вот этот самый шарик. То есть мы запрограммировали анимацию. И так дальше. Вы прописываете каждую следующую камеру, чуть-чуть сместились. Пишем здесь 3.3. Вот, ну, можно и без Show Edit Camera просто. 3.3, потом я захочу, допустим, я захочу взять крупный план там на Борзова Легаса. Вот, я показываю Борзова Легаса. Потом я сместился, я ставлю первую камеру, выбираю ракурс номер один. И мы получаем анимацию. Мы отдалились, видим общий план. И камера потом взжух, и наехала на Борзова Легаса. Он что-то сказал, и камера отъехала, показала нас двоих. И вот так это всё и делается. И это, ну, это требует некоторого времени, потому что это, по сути, анимация вашего видео. Ну, по сложности это, я бы сказал, это средняя сложность. Это ещё не самое сложное, что можно делать с этой камерой. Потому что я её брал только для видео, хотя она может снимать и панорамы, в РАВе, там, ДНГ. Вы можете использовать её для 3D-туров, делать фотографии, чтобы крутить головой. Но мне это, честно, неинтересно, потому что сейчас эти съёмки как-то сошли на нет вообще. Раньше я это делал на обычной фиша и на свой фотик. Если бы сейчас заказали, я бы снял на такую штуку, потому что это гораздо проще. Поставили, вышли из комнаты, на классного HDR врубили и получили фотографию. Да, она будет чуть-чуть хуже, чем на фотоаппарат, но чуть-чуть хуже. Она будет довольно достойной и приличной. Для этого пользуюсь такими девайсами. Но я её купил исключительно для видео, потому что это единственный девайс, за вменяемые деньги, который выдаёт 8К-исходник, который, ну, как я уже говорил, вам очень нужен. Также вначале я продемонстрировал, что здесь есть стабилизация, но стабилизацию вы включаете уже программно при обработке этого видео, потому что всё, что вы снимаете на эту камеру, требует обработки. Исходник никуда не годится. Причём при обработке на компьютере, ну, зависит от длительности материала. То есть если ваше видео там 1-5 минут, то это относительно недолго. Но если вы пишете уже минут 15, 20, полчаса, то конвертация исходника в видео, с которым вы будете работать, скажем так, в следующий исходник, занимает прилично времени на хорошем железе. Ещё раз покажу. Вот это Q-Camp Studio, то есть программа, без которой вы не сможете работать с этим видео, потому что их сначала нужно конвертировать. Вот я взял серию видео из Турции, я поснимал отель, я сделаю отдельное видео, покажу вам, что можно было крутить головой. И выглядит, как я уже говорил, всё это вот в таких вот кругляшках. То есть с этим ничего делать нельзя, пока вы не обработаете в Q-Camp Studio. И вот у нас здесь, ну, это короткие, вот 45 секунд, это будет недолго рендериться. Вот я сижу, у нас видео на 360, которое в этой программе ещё можно подвинуть, куда вы захотите. Включить стабилизацию, которая работает просто отмена, сейчас я вам покажу. Я с этой камерой проехал на детских американских горках, и вы увидите, насколько хорошо будет работать стабилизация. То есть понимаете, что тряска здесь будет просто максимальная. Ещё можно чуть-чуть, вот этот дайв, оно увеличивает угол зрения, но здесь, по-моему, с каким-то косяком. Ну, в настройках здесь на самом деле легко разобраться. Defringe полезная штука, потому что часто хроматика здесь лезет, и эта программа умеет это конвертировать. Так вот, к чему я это всё? Когда вы нажимаете рендер, вот преобразование вот этого видео в то, что вы будете монтировать, а преобразовывать тут нужно в ProRes, потому что именно он поддерживает 8K, MP4 здесь не поддерживает. ProRes самый дохлый, я ставлю прокси, этого предостаточно просто. Так вот, рендер у меня занимает, если видео, допустим, 3 минуты, то рендерится будет 6 минут, если полчаса, то час, то есть в 2 раза дольше реального времени. И это, ну, на длинных видео это очень ощутимо. А потом, вы уже с этим видео уже работаете дальше. И тут, как я уже говорил, вы можете настрогать себе несколько камер из одного видео, это в принципе будет быстро и тупить компьютер не будет. И дальше, если вы хотите сделать просто видео, выложить его, чтобы человек крутил вокруг головой, наверное, лучше в редакторе покажу, то вам придется его таки отрендерить в 8K и это будет долго. То есть сначала вы его конвертировали, то, что я говорил в программе Кандау, а потом вы его закинули в редактор. Зачем закидывать в редактор? Ну, во-первых, я накладываю звук с рекордера, хотя можно сюда микрофон подключить, но с рекордера звук лучше. Во-первых, звук. Во-вторых, сделать хоть минимальный монтаж. То есть вы вот эту колбасу можете там отрезать какие-то моменты, которые вам не нужны. Ну, там начало, конец, может быть, в середине или поменять местами. Ну, примитивный такой монтаж, но все равно, если вы пишете длинное видео, а я писал длинное видео, вам он нужен. И вы это будете делать в 8K. Ну, опять же, смотрите, проект делаем в 4K, редактируем, что нам нужно, а потом переводим этот проект в 8K и выводим его в 8K. То есть, если вы хотите сделать 360 видео качественное, как я это выложил, ну, вот я интервью выложил, то вам его нужно будет отрендерить в 8K и это будет долго. Это будет конкретно долго, потому что у меня часовое видео заняло, рендер занял 11 с половиной часов. То есть, я ставил на ночь. Это конкретно очень долго. Вот так. Смотрите, покажу вам, что нужно сделать, если вы хотите то, о чем я только что говорил, сделать видео на 360 и выложить его как 360 на YouTube. Вот у меня здесь уже есть отрендеренное, то есть, это видео уже преобразованное в 360 формат, который можно редактировать. То есть, ну, то, что я только что показывал в программе Kandao QCamp Studio. Это видео из отеля. Я сниму коридоры, я его хочу выложить отдельно. Вот так вот они все выглядят по отдельности. И по поводу монтажа. Во-первых, нужно обрезать те моменты, когда вы ставите камеру, и вот я поставил камеру, и я отхожу. Это нужно вырезать. Чтобы это все у меня не зависало, у меня вообще проект сейчас стоит в Full HD. При этом, смотрите, очень важно, вот эти поля сверху и снизу, их не должно быть. То есть, что бы вы с этим видео не делали, ну как, если вы его будете преобразовывать в формат, ну, то, что я сейчас показывал только что, в формат, когда вы будете управлять камерой, то проблема полей, что они вам дадут дырку по центру, ну, при некоторых ракурсах. Как это лечится? Смотрите, сейчас нам вот этот плагин не нужен. Это я так просто продемонстрировал. То есть, мы будем рендерить вот то, что мы видим, то мы и отрендерим. Но, нам нужно создать проект, у которого соотношение сторон будет не 16 на 9, а 2 к 1. Сейчас временно я делаю это в Full HD условном, то есть, умножаем на 2, получаем 2, 160. Вот. И мы получаем, мы избавляемся от этих полей. То есть, у нас видео полностью заполняет наш кадр. Потом я пообрезаю все, что мне хочется. Вот у нас звуковая дорожка с камерой. Я так и оставлю. С камерой будет то, чтобы вот я отошел. Вот где-то по этот момент я обрезаю. То есть, вот условно я это все смонтировал, как я захочу. То есть, я вырезаю моменты, где я беру камеру. Я не хочу, чтобы эти моменты были видны. Вот. Я просто обрезаю эти моменты и поставлю видео подряд. Одно за другим. Вы полюбуйтесь турецким отелем. Очень интересно будет посмотреть, потому что можно крутить головой. Можно сделать какую-то, кстати, цветокоррекцию несложную. Кстати, эта камера пишет видео в 10 битах. Ну, учитывая размер сенсора, не сказать, что это сильно на что-то влияет, но тем не менее, слегка можно какую-то цветокоррекцию поделать с этим всем делом. Вот. И дальше, что нам нужно сделать? Мы переходим в вкладочку рендер и вот здесь, ну, мы сейчас скажем, допустим, тест, выбираем, куда это будет рендериться и теперь я уже ставлю настоящее разрешение, которое нам понадобится. То есть, я монтировал это в Full HD, чтобы это все не лагало и не зависало. А теперь и выводить мы это будем, смотрите, 3840 по маленькой стороне, то есть, это разрешение 4К, ну, по горизонтали. Здесь оно у нас по вертикали. умножаем на 2, получаем 7,680. 7,680. Прописываем, сохраняем это дело. Вот. У нас видео получилось 23 минуты. На слабом железе вообще забудьте просто об этом рендере. Ради интереса спрашивают, у меня 16-ядерный, ну, вот, короче, вот мое железо 1080 Ti, сейчас это уже не круто, зато оперативки много. Вот. И мы это все рендерим, то есть, мы ставим это все дело на рендер. И, кстати, я получаю неплохую скорость, то есть, у меня она сейчас рендерится 15 кадров в секунду, за менее чем за час управится. Это круто. То есть, для 8К это реально здорово. Потом, когда это мы все отрендерим, нюанс в том, что и это еще не все. Для того, чтобы вам загрузить панорамное видео на YouTube, то нужно, чтобы YouTube его распознал. То есть, вы когда это все отрендерите, вам нужно еще прогнать это видео через такой Special Media Metadata Injector. Нужно скачать такую маленькую программку. Программка, на самом деле, очень простенькая, но она обязательно вам нужна. То есть, вы в этой программе выбираете это видео. Кстати, можно взять и исходное видео, то есть, вам никто не запрещает, ну, как исходное, после Кандала Кьюкам, вот одно из этих видео, не прогонять его там через редактор, ну, будет как попало. И вы нажимаете Inject Metadata, после чего программа создает для вас отдельный файл, она для вас его перезаписывает, делает пометку Injected, и вот этот файл вы можете загрузить на YouTube, и он поймет, что этот файл можно крутить на 360, но только после того, как вы добавите Metadata через эту программу. Как видите, тут, ну, не все так просто. Понимаете, смотря какие цели ставить перед этой камерой, потому что я думаю, что немногие люди пишут интервьюшки вот на это. В основном, их покупают как экшн-камеры, чтобы поснять какие-то фрагменты на отдыхе, в путешествиях, какие-то короткие моменты. Если у вас видео короткие, то проблем с этим не будет. Но я уже говорю, если счет идет на десятки минут, то вы ощутите, насколько у вас слабый компьютер, но даже хороший компьютер это долго обрабатывает, если это делать в 8К. Эффект просто потрясающий. Я вам скажу, что в какой-то мере это будущее, которое уже наступило, потому что этот девайс, можно сказать, он заменяет оператора, потому что вы после съемки можете выбрать угол обзора. Да, точка у вас одна и та же, но угол, направление, ну, у вас есть огромнейшая гибкость по управлению тем, что находится в кадре. И эта штука крайне удобна для съемки бэкстейджа. Ну, допустим, я показывал, как я работаю, допустим, выставляя свет, но вы можете что угодно бэкстейджить на эту камеру, ходить куда угодно, потому что в чем проблема с обычными камерами при съемке бэкстейджа. Вы ставите ее в каком-то направлении, но вы же не будете настраивать что-то там, снимать только, вот только в этой стороне. Очень часто вы отойдете в другую сторону комнаты и все, камера вас уже не заснимет, даже если там широкий угол. Эта камера снимает все, что находится вокруг нее. Ну, вот от нее нельзя укрыться. Все, что, ну, разве что, если зайти за стену какую-то. И поэтому вы поставили ее, грубо говоря, ну, в центре комнаты, где-то, ну, не в углу, в углу, это глупо просто. Где-либо поставили, а потом выбираете, в каком направлении вы хотите посмотреть уже при постобработке. И это абсолютно уникальная возможность. Это круто. А потом еще можете зазумить. И для того, чтобы выбрать ракурс и еще чуть-чуть приблизить, вам нужен хороший запас по разрешению, о чем я уже говорил. То есть, я бы хотел бы еще больше, чем 8К. Ну, пока что, скажем спасибо, что нам хотя бы 8К здесь дали. Просто, когда я выложил свои первые видео, снятые на RIC от Z1, это, ну, было желание вот получить этот самый 360 видео, то мне люди начали писать, а кто тебя снимал, а кто оператор, типа, кто следил за камерой. А никто. Это снималось на аналогичную камеру, ну, чуть-чуть более древнюю. Давайте посмотрим, что она себе представляет и как она работает. Смотрите, кнопочек здесь немного, но здесь есть большой сенсорный экран. Включается она, видите, не сразу, занимает несколько секунд. У этой камеры есть слот для карт памяти, что хорошо, не все камеры такого класса имеют такие слоты, то есть я вставил карту на 128 гигабайт, которой хватает ну, примерно на полтора часа 8К видео, вот так. Ну, то есть, по сути, насколько хватает батареи, настолько хватает этой карты памяти, то есть батареи здесь хватает на час 15, я уже проверял. При этом, батарея здесь не сменная, к сожалению, это минус, но вы можете питать ее от Powerbank по USB Type-C, или же можно подключить к сети и тоже иметь постоянно питание или компьютер, потому что еще одно назначение этой камеры, можно вести трансляции с ее помощью, я уже ввел стрим специально такой, и это реально крутая возможность менять ракурсы во время стрима, то есть отдельное ПО есть тоже, скачиваются сайты-производители, вы ставите ее где-либо, и вы во время стрима выбираете, куда она будет смотреть и с каким, ну, с каким ракурсом, ну, в моем стриме можете посмотреть. Это удобно для конференции, допустим, если вы ведете какой-то, ну, допустим, люди собрались за столом, то вы поставили эту камеру посередине, кстати, есть еще Enterprise Edition, там какие-то наворота для этих стримов, ну, и на это тоже можно. Поставили по центру стола и управляете, какого человека вы будете показывать в кадре, просто поворачиваете камеру, но без физического поворота, просто за счет того, что она смотрит на 360 градусов, то есть еще на направление, это стримы, и вы подключаете от него, но в целом, я считаю, что это, ну, это любительское решение, потому что такая работа, она убивает батарею, а батарея не сменная, ну, как говорится, что маемо, то маемо. Давайте пойдем дальше, смотрите, 8К, 30 FPS, и о, круто, здесь 10 бит, это еще один прикол, который рекламирует производитель, но я на это смотрю больше, как на маркетинговую фишку, потому что в таких девайсах с такими маленькими матрицами, ну, ну, хорошо, 10 бит, ну, 1,7 дюйма или 1 поделить на 1,7, 1,7 дюйма на 20 мегапикселей, и это круто, потому что в своем сегменте здесь самая большая матрица, то есть у GoPro только 1 дюйм, а здесь 1,1,7, в общем, матрица тоже большая, и надо сказать, что даже в помещениях она сносно снимает, ну, понятно, не так, как кроп или полный кадр, ну, кстати, разница между кропом и полным кадром на видео, она, я ее даже не вижу в основном, ну, не об этом речь, это, конечно, снимает слабее, но все равно довольно прилично, экран сенсорный, очень понятный, смотрите, ну, как в всех таких девайсах, вправо, влево, вверх, вниз, как вы сделаете, туда и зайдете, и вот, смотрите, я смахнул влево и получил видео, которое вы видели в начале, они выглядят, как несколько шариков, то есть, вот эти шарики, это и есть наши исходные видео, это одна камера, и вот другая камера, вот, можно их просмотреть здесь, ну, или стереть, что захотите сделать, далее, здесь у нас есть настройки, спорт режим, то есть, вы можете выдержкой управлять, кстати, я одну сотую поставил, надо ставить одну пятидесятую, у нас же кино, дальше, что у нас есть, по USB, важный момент, эта штука еще имеет встроенную память, здесь 60 гигабайт встроенной памяти, что, в общем-то, очень даже неплохо, то есть, вы можете даже без карточки, ну, комфортно пользоваться, и в USB, вы можете управлять, то есть, она будет работать в режиме передачи данных, или для управления, ну, вот, если вы ведете стрим, это USB Control Mode, а U-диск, это если вы захотите переписать с нее, то, что вы записали, дальше, время, ну, здесь все понятно, внизу, вы можете настроить компенсацию экспозиции, причем, компенсацию экспозиции, мне понадобилось, вот, если вы снимаете себя на ярком солнце, в режиме видео, здесь динамический диапазон, ну, такой, то есть, лучше еще чуть-чуть не доэкспонировать, чтобы больше показать небо, потому, что по умолчанию, у вас очень часто бывают выбитые участки на небе, особенно там, где солнце, далее, что еще можно сделать, можно здесь, кстати, снимать в режиме 4К 120 FPS, ну, если вам нужен какой-то экшен, но при этом разрешение будет страдать, то есть, тут, ну, опять же, если экшен снимать, имейте в виду, что это возможно, и вы можете управлять балансом белого, куча настроек, но в кельвинах нельзя, ну, я, честно говоря, баланс белого не трогаю, потому, что, знаете, у меня есть два режима вообще пользования балансом белого, это или автомат, или кельвины, кельвинов здесь нет, поэтому, поэтому пусть будет на авто, вот, дальше, фоторежим, таймлапс и видео, и также здесь режим есть DNG8 и Super HDR, какой-то из них, по-моему, даже в камере склеивают эти фотки, то есть, на самом деле, все, что нужно, и все, что требуется от камеры на 360, здесь уже есть, но здесь нет влагозащиты, то есть, нырять с этой штукой нельзя, но можно при желании докупить чехол, и, кстати, для подводной съемки, это очень интересная тема будет, можно управлять яркостью кранчика, но посередине она мне устраивает, и, в общем-то, это все, что у нас тут еще в Q, кстати, вот этой кнопкой Q я даже не пользуюсь, тут, знаете, есть три кнопки, одна из них, я даже не знаю, зачем она нужна, то есть, у нас есть кнопка включить-выключить, кнопка записи, управление сенсорное по экрану, ну и все понятно, здесь у нас есть микрофонный вход, USB Type-C, очень важно, мы это можем прикручивать на что-либо, прикручиваем на штатив, на стойку, я вообще очень часто брал просто стойку тоненькую, потому что штатив для этой камеры, это перебор, она очень легкая, штатив не нужен, еще из нюансов использования, я думаю, что вы слышали, даже пока я говорю, что здесь очень громко работает вентилятор, смотрите, вот я поднес микрофон, и вы должны были слышать, что идет ощутимый гул, и камера эта сильно нагревается, вот даже просто так я ее держу, уже 5% заряда, вот ушло в никуда просто так, то есть штуковина энергозатратная, надо иметь в виду, и я считал, то есть я на самом деле с некоторым опасением ее покупал, потому что они писали, что она очень глючная, сырая, и что там есть проблемы с перегревом, что она, ну как, то есть она не выключается, а через, ну вот о чем писали в интернете, что через 10 минут записи у вас картинка становится мыльной, то есть у вас есть фокус на ближних объектах, на 2 метра перед вами, а то, что на бесконечность, как бы уходит в такой, называется термальный дефокус, то есть когда из-за перегрева у камеры теряется детализация, вот про эту камеру такие вещи говорили, писали, знаете, у Sony этот термальный дефокус был бы, наверное, термально-анальный, ну у этой камеры просто термальный, так вот, и я переживал, но я все-таки рискнул, купил, и я с этой проблемой не сталкивался, потому что они писали, что на ней постоянно работают, это китайские производители, постоянно что-то пилят, допиливают, и в общем, ну видимо мне повезло, потому что у меня никаких багов и ошибок не было, и у меня она пишет спокойно, не останавливается, термального дефокуса нет, все резко, и я доволен, но нагревается, но здесь есть активная система охлаждения, поэтому то, что она гудит, меня это, например, только радует, то есть я понимаю, что там есть охлаждение, и я очень рад, потому что 8К видео, оно реально жрет очень сильно ресурсы, и все камеры в этом режиме будут сильно нагреваться. Давайте еще заглянем, что было в коробочке, потому что у нас есть коробочка, которая чем-то напоминает коробку от GoPro, в коробочке у нас есть такое, что у нас там еще есть, у нас есть кабели USB, которыми я не пользовался, у нас есть еще кабели USB, а здесь у нас есть, а здесь у нас есть ремешок, чтобы ее повесить, прикрутить это снизу, вот здесь вот, и носить на руке, но я считаю, что это дурацкая затея, потому что ее нужно на что-то всегда ставить, относительно на руке, а как вы снимать на нее будете, или ее откручивать, ну это самый главный, незаменимый аксессуар, это вот этот чехольчик, потому что вы эту штуковину не можете ни на что положить, то есть и всегда она должна быть в нем, да, забыл сказать, что зарядка происходит через USB Type-C, аккумулятор встроенный, вот это все мне в общем-то и не нужно, а здесь есть какая-то инструкция, ох ты, причем стильная, такая вытянутая, здесь написано, что к чему, на английском, китайском, все как положено, что еще пишут про нее на коробке, ну здесь перечисляется, что входит в комплект, я вам это уже показал, да, о чем я забыл сказать, здесь перечисляю, что он дружит с айфонами, с андроидами, ваш материал весь можно перекидывать на телефон и как-то геморроиз, и как-то его там обрабатывать, там есть какие-то приложения, я об этом даже не буду говорить, потому что мощности телефона вообще не хватит для обработки видео с этой камерой, то есть там при перекидывании на телефон оно уже переводится в 4К, не, ну смотрите, если вы хотите короткими фрагментами для инстаграма, для соцсети, не все же, так как я задротствую с этими камерами, то, наверное, можно, но мне это неинтересно и говорить об этом не буду, ну да, там есть приложение, вы можете скинуть и что-то там поделать с телефона. Мне было интересно то, что эта штуковина умеет писать качественное 360 видео. Что я еще забыл сказать по поводу 360 видео, смотрите, я перечислил вам два способа использования, то есть вы можете снять просто 360 видео, выложить его и позволить зрителю крутить голову, и смотреть, что вокруг происходит. Или вы можете сделать это за зрителя, то есть поставить камеры, как я уже говорил, сделать виртуальные камеры. Но есть еще третий способ, но боль, вот это уже сложный вариант, потому что вы получаете реально объемное видео вокруг себя. И в DaVinci вы можете в это видео встраивать что-либо, то есть уже устраивать дополненную реальность. чем я воспользовался, когда я снимал Борзова Легаса, как он выводил Борзова Легаса на экран, у меня было видео, то у меня монтаж этих там 10 секунд занял часов 10, ну реально очень долго. Но вы можете в DaVinci или в какой-то другой программе, где есть этот функционал, уже добавить 3D модели, добавить 3D видео, расположить его на нужном для вас расстоянии. Но это все нужно делать уже реально в... Я не помню, проект... Ну проект в 8К у меня жестко лагал. Нет, в 4К, но все равно у меня были лаги, проблемы с этим. И там нужно реально хорошо шарить, и это уже уровень, вот уровень продвинутого. На эту тему в YouTube есть англоязычный китаец, который очень грамотно на эту тему вещает, как можно залепить кусочек чего-либо в 3D видео, подменить какие-то объекты. Но это сложно. То есть что можно делать относительно быстро? Ну относительно, потому что эта штука, она все равно не простая в использовании, имейте в виду. Она не дает вам вот прям картинку здесь и сейчас, вам нужно с ней работать. Так вот, самое простое, это вы можете снять просто 360 видео, чтобы крутить вокруг головой. И второй вариант, как я уже говорил, перемена камеры. Перемена камеры мне нравится больше. Потому что в чем нюанс с этим 360 видео, вы не можете его комбинировать с обычным видео. Вы его когда выкладываете на YouTube, вы его заливаете и YouTube его распознает как 360 видео. Кстати, и Facebook тоже распознает. Но оно вот только такое. В этом же видео вы не можете сделать комбинацию. Вот вам было, вот тут вы крутите головой, а тут вы не крутите головой. То есть это не работает. Или так, или так. А если вы захотите вставлять какие-то 3D объекты вот в этом видео, которое крутится на голове, но даже вот самые банальные какие-то инфографики, какие-то шильди, текст, какие-то вылетающие стрелочки, это реально большой геморрой. То есть вам нужно будет просидеть немало времени и это требует хороших ресурсов вашего компьютера. Просто что вы имели в виду. Потому что видео, где вы используете просто для получения разных ракурсов, куда проще в обработке и менее требовательно к вашим компьютерам. И, кстати, все это видео я себе писал одновременно на Canon R5 и на Sony 6400 и на R5 я себя снимал в кропе, чтобы у нас все было по-честно и фокусное расстояние он там примерно совпадает. Так что можете заценить, чем отличается картинка. А на этом все. И камерой я просто мега доволен. Я продолжаю играться, снимать. Но не то, что играться. Слушайте, можно пойти взять, снять интервью. Вот просто вот это вот кинули в сумку и сняли очень интересную интервьюшку. Как будто бы у вас там много камеры, куча техники. Это уникально. Это будущее. Ну вот пафосно звучит, но это будущее, которое уже здесь и сейчас. Ссылку на эту штуковину оставлю в описании на AliExpress, потому что я ее купил в украинском магазине. Но на AliExpress это можно сделать дешевле. Вот. Причем там и поддержка есть, они отвечают, можно им что-то написать. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, делайте репосты обязательно и до следующих выпусков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!